Это экстренный выпуск. Очень важный экстренный выпуск. К ролику про корейскую морковь я получил такой комментарий от Лёли Беловой. Если вы готовите и вам некогда следить за маслом, в горячее масло киньте спичку, запятая. Когда масло накалится, спичка загорится и резко потухнет. И для этого не надо ждать, когда масло начнет дымить. Я решил проэкспериментировать. Я вот повар, я никогда такого лайфхака не знал. А почему бы и не попробовать? Давайте. Я специально взял вот такой ковшичек узкий с высоким бортиком. Для того, чтобы если загорится, то я смог чем-то его перекрыть. Растительное масло я наливаю внутрь. Небольшое количество. Подготовил спички. Обычные спички. Вот эти спички отсюда. Все, спичка в масле. Ждем, что будет происходить. А на всякий случай я приготовлю сковородочку для того, чтобы если что раз и закрыть, так сказать, перекрыть поток кислорода в горящую избу. Если вдруг загорится. Если не загорится, ну что, класс. Я поставлю галочку, скажу, блин, да это же вообще крутяк. Но лицо на всякий случай уберу. На мой взгляд, это вообще нереально огнеопасно. Представляете, масло накаляется. Спичка зажигается. Как я делаю, вас учил раньше и до сих пор. Вернее, не учил, а просто рассказывал. Когда сковородка раскаленная, на ней масло. Чуть-чуть стоит добавить воды или мяса, или какой-либо продукт выделяет сок. Так можно сразу же добавлять сюда огонь. Например, горелку, да? И масло начинает гореть, взрываться. Вот сейчас поглядим, что же будет здесь. Так, масло еще не дымится. Ну и, соответственно, спичка тоже. Ой, е-мое. Ну что, во! Представляете, какой смешной лайфхак получился у нас. Действительно, так и есть. Дальше нужно, правда, спичку эту каким-то образом выловить. Итак, что мы имеем? Жареную спичку в масле. И, соответственно, раскаленное масло. Что же, лайфхак имеет место быть. Я подтверждаю. Леля Белова. Бонус. Лайк. Плюсик в карму. Отключаю масло. Да, и вот теперь только пошел дым. То есть, спичка загорелась там буквально за 30 секунд до того, как пошел дымок. Соответственно, сколько? Градусов, наверное, 190 здесь уже есть. Спасибо большое за такой ценный комментарий, который позволил нам в этом во всем разобраться. Пишите, если у вас есть какие-то необычные лайфхаки из вашей химической прошлой жизни, то я готов их проверить. Ну, если я знаю, конечно же, не буду проверять. Но, обещаю, самые интересные попадут в эфир. Но про технику безопасности не забывайте. Пока.